На экране врача-рентгенолога снимок компьютерной томографии легких одного из пациентов. Задача вроде бы проста – диагностировать заболевание. Если сам процесс создания снимка занимает не больше 15 минут, то локализация болезни куда сложнее. Это не профилактический снимок, хотя люди часто приходят сюда из-за этим. Наше рентгеновое отделение оборудовано четырьмя флюорографами, компьютерной томографией кабинет и несколько кабинетов рентгеновских окна. Да, наше отделение является ведущим в плане диагностики, потому что, в принципе, выявление туберкулеза основано в детском возрасте на иммундиагностике. У взрослых людей с 15 лет подростков это выявление именно флюорографически, профилактически. Если на вашем снимке затемнение – это первый звоночек. Дальше вас отправляют в бактериологическую лабораторию. Здесь специалисты вынесут окончательный вердикт – это возбудитель туберкулеза или что-то другое. Сюда поступают образцы со всех районов области. В допандемийные времена было по 100 анализов. Сейчас максимум 50. У нас в основном четыре метода исследования. Это посев на плотные среды, посев на жидкие среды методом БАКТЕК, люминесцентные микроскопии и ПЦР-диагностика. В нашем случае ответ положительный. У человека возбудитель туберкулеза есть. Вот он, кстати, проявился в посеве на плотные среды. Этот белый налет и есть возбудитель туберкулеза. Но это частный случай. В Рязанской области показатель заболеваемости минимален. Последние пять лет мы входим в десятку лучших территорий. Заболевает ежегодно в последние несколько лет чуть больше ста человек. Это очень низкие показатели. Десять на сто тысяч населения. Умирает не больше трех, но уже почти два года. Вот это самый минимум. Конечно, темпы снижения этих показателей значительно замедлились, но они и минимальные. Статистика и по детским заболеваниям хорошая. Мальчишки и девчонки до 15 лет попадают сюда после негативного результата на МОНТУ и Диаскин-теста. Обычно это 3-4 человека в год. Нужно поддерживаться здорового образа жизни. Это, прежде всего, много с ним гулять, хорошо питаться. Питание должно быть белковое, то есть усиленное белком. Мясо, рыба на любой прием пищи. В том числе, ну и своевременно проходить иммунодиагностику как родителям, потому что они основной источник заболевания у детей, так и самим детям не отказываться от тех методов, которые предлагают в поликлиниках, в садах и в школах. Пандемия, правда, хорошие рязанские показатели подкосила. Если раньше заболеваемость шла на спад, то в 2020 и 2021 год вышла на плата. Из-за эпидситуации люди боятся посещать поликлиники даже ради профилактического обследования. Поэтому больных нередко выявляют уже с запущенной формой туберкулеза. И мы это потихонечку начинаем видеть второй год, когда у нас среди 100, чуть больше 100 больных выявляемых растет число больных с распространенными и несвоевременно выявленными процессами, осложненными бактериовыделением. А число больных, которые с минимальными процессами, которые лечатся от полугода до 8 месяцев, их число резко сокращается. По словам Марины Муравьевой, 12% населения недообследованы, хотя верхняя планка здесь не должна превышать 5%. Поэтому проходить флюорографию все же следует каждый год. Не для того, чтобы показатели врачам улучшить, а чтобы о своем здоровье позаботиться. Ведь любую болезнь легче и дешевле вылечить на ранней стадии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.